Идея объединить молодых и энергичных людей, которые участвуют в законотворческом процессе, витала в воздухе давно. Но первыми ее подхватили и начали развивать в Краснодарском крае. Еще 12 лет назад при ЗСК появился Совет молодых законодателей, прообраз Совета молодых депутатов. Он заработал в 2005 году. Смелые идеи, свежий взгляд на проблемы, масса энергии. Молодые депутаты стремятся использовать свои преимущества. Но уже в самом начале дискуссии договорились ни в квотах, ни в иных преференциях они не нуждаются. А вот Совет старших коллег порой необходим. Потому и вопросов к сенаторам Виталию Гнатенко Татьяне Лебедевой было немало. Очень важно, что молодые депутаты правильно понимают ту политическую ситуацию, в которой находится наша страна. И правильно находят точки своего влияния, для того, чтобы мы могли этот непростой период с успехом пройти. Сенатор Виталий Гнатенко настоятельно посоветовал молодым коллегам чаще выходить и в телеэфиры, и в своих регионах, и по возможности на федеральном уровне, чтобы выразить свое мнение часто гораздо более оригинальное и конструктивное, чем у постоянных телеораторов. Пошла обратная связь, такой уровень же Wi-Fi, что ли, все друг друга понимают, потому что многие живут на земле депутатов сельских поселений, и, конечно, они вот эти проблемы каждый день сталкиваются. Не просто поговорили и разбежались, а вот что это общество, это молодежь именно выдвигает эти проблемы насущные и видит их пути разрешения. Сочинцы, не откладывая на потом, сразу обращаются к своим коллегам с конкретным предложением по развитию олимпийского туризма, чтобы показать всем жителям России места, которые уже вошли в историю. Убедиться, насколько привлекательно для путешественников постолимпийское наследие нашего региона народные избранники смогут лично. В программе форума экскурсий по объектам горного кластера.